всем друзья привет сегодня ездили мы в геогинскую купила я печенье такое к чаю и что-то мне вспомнился рецепт с нашего детства который тортик без выпечки и вот сегодня хочу повторить и сделать именно по тому рецепту как мы раньше делали мы его часто делали раньше но в идеале печенье конечно юбилейная у него такой вкус очень своеобразный и получается нежный тортик но у меня такой же я ж не воровой специально не топливное молоко печенье ну а в принципе пойдет любое печенье не обязательно и юбилейная но приступим здесь у меня пол килограмма была у меня дома сгущенка масло сливочное конечно же у всех есть холодильнике здесь у меня 180 грамм я его порезала так на кубики чтобы она у меня быстрее подтаяла он должно быть такой комнатной температуры мягкая такое вот она получается мягкое печенье ой масло сливочное ванилин добавим в крем теплое молоко прогретое такое прям хорошо нагретое тепленькое раньше мы делали без миксера но сейчас век современный у нас так что я буду делать с миксером конечно же многие наверное знают этот торт особенно те кто с советских времен но поделимся может пригодится нашим внукам когда-то детям а может кто-то и сейчас часто делает для начала приготовим крем масло сливочное выкладываем в миску и взбиваем но только при не при сильных оборотах а при самых слабых взбиваем недолго чтобы у нас масло приобрело такую однородную массу и теперь выливаем сгущенку сгущенку я вылью все чтобы у нас коржи пропитались чтоб не сильно была такая плотная масса здесь у меня 270 грамм сгущенки и опять взбиваем уже с массу вот такая у нас получилась масса как я уже говорила не обязательно можно просто вилкой взбить если нет миксера теперь добавляем так чуть-чуть насыплю где-то с пол ложечки для запаха для аромата теперь обмакиваем печенье и складываем его вот таким образом очень удобно таким зажимчиком ну немножечко держим в молоке а там уже по печенью смотреть если она быстро развалилась то достаточно его просто молоке немножечко так обмакнуть а если она у вас более твердое тоже можно подержать молоке складываю я вот на такой разносик а там можно складывать его куда нравится может какая-то с формочка специальная есть у меня такой разносик вот так у меня получилось во дворе дочка и теперь я смазываю вот этим кремом при помощи этой лопаточки а там как как кому удобно смазываем так хорошо чтоб у нас он потом печенье в креме пропитались в этом с этим кремом сейчас прямо вот делаю и вспоминаю как мы этот тортик сестрой делали мы его часто готовили сильно-то там кулинарить не умели а это для нас было очень даже легко так что маленькие хозяюшки вполне могут приготовить для мамы такой тортик к любому празднику печенье немножко не рассчитала поэтому сделала его чуть поменьше вот так у меня получилось я верхний слой тоже сказал крем из у меня осталось немножко печеньки я просто сверху потру на мелкой терке все друзья тортик наш готов вот такой получился отправляем его в холодильник чтоб он у нас там застыл пропитался все друзья тортик наш простоял холодильнике ночь и вот я уже отрезала кусочек мы утром попили чай поэтому там обрезанный торт не стала показывать сейчас попробуем вот здесь разрежем вот этот кусочек вот он смотрите как режется очень легко вот такой друзья он получается внутри очень очень вкусный мы уже пробу сняли очень друзья вкусный посмотрите какой получается поближе он весь пропитался очень хорошо можно этот тортик разрезать вот на такие вот пироженки и как-нибудь их украсить красиво но мне вот почему-то захотелось именно вот такой вариант так как мы делали сестрой в детстве всем друзья приятного аппетита пробуйте можно его приготовить и на праздничный стол можно просто к чаю не как я уже говорила с этим тортиком справиться даже ребенок всем приятного аппетита приятного чаепития спасибо за лайки комментарии заходите на наш канал подписывайтесь всего вам доброго и мирного неба друзья до новых встреч